Спички охотничьи, туристические, ветровые, хозяйственные, каминные, сигарные и спички книжки. Раритетную коллекцию несколько тысяч экземпляров спичечной продукции представила в музейную ночь Людмила Карпова. Преподаватель спецдисциплин Бийского колледжа особенно гордится вот этим экземпляром, изготовленным сто лет назад. Самая дорогая, ну или даже ценная, можно сказать, спичный коробок с спичками, он приблизительно ему около ста лет. Это спичная фабрика Лапшина, к сожалению, она в 40-х годах была разрушена и называлась эта фабрика Ираида в честь дочери самого Лапшина. Конечно же, мы ее храним как зенец ока, и вот как раз ей место-то в музее. В эту майскую ночь в выставочном зале гости и организаторы вернулись в прошлое, времена Советского Союза. Здесь плакаты, которые когда-то агитировали вести здоровый образ жизни, не обманывать и беречь деньги в сберегательных кассах. И настоящая барахолка. Коллекционеры предлагают значки, календарики и этикетки. На сцене винтажный показ мод. Время горнов, барабанов, грамм пластинок и вязаных беретов. Однажды на музейной ночи советская атрибутика уже экспонировалась. И так понравилось горожанам, что ее решили повторить. А вот в музее Чуйского тракта совсем другая тема. Она посвящена дружбе России с Монголией. Там будут рассказывать и гадать на камнях, как это мы всегда делаем, мыть золото, участвовать в раскопках. Принимают там участие настоящие и археологи, и геологи. Посетители музея Чуйского тракта могли не только попробовать себя в качестве старателя и собственноручно добыть самородок, но и спуститься в подвал старинного здания. В кирпичном подземелье под свет фонарика посетителям показывали ритуальные маски. Вот это, например, нательная африканская маска из Камеруна. По легенде, она защищает от злого духа. Вы знаете, что как раз в Черной Африке практически жизнь человека от рождения до смерти немыслима без масок. Маски у них присутствуют и на похоронах, и на всевозможных обрядах инициаций и так далее. То есть маски сопровождают их всю жизнь. В течение шести часов именно столько длилась акция в этом году, обе площадки посетили более полутора тысяч человек. По словам организаторов, они рассчитывали на большое количество посетителей. Но такого внимания к экспонатам музея со стороны бейчан не ожидали. Продолжение следует...